Добрый день всем! Сегодня 11.07.2017 год. Я нахожусь возле пансионата Юнга, который был снесен. И вот тут военные заброшены. Туда в сторону у нас Анапа. В эту сторону у нас Витязево. Здесь вот сразу же сдается жилье. И хорошего всем настроения! Сегодня с 6 утра уже искупался. Лайк, я не успел сегодня записать тем, кому надо передать привет. Но я предупреждал, передам завтра. Просто сегодня посмотрим, где этот проход и как сюда можно поехать. То есть здесь есть парковка абсолютно бесплатная для машин. Поэтому вы можете спокойно приезжать и ставить машину, идти на море купаться. И посмотрим, как здесь будет выглядеть моречко. Я думаю, многим будет интересно глянуть. Там вот с той стороны такой пешеходный проход. Здесь больше как бы для машин можно. Я даже не сомневаюсь. Нет, пойдем сюда. Будет интересно. Температура в тени. 30 градусов. Мне еще интересно, сколько сегодня температура воды. Потому что с утра было, ну не прям парное молоко, но комфортная, хорошая температурка. Я свою машину тоже здесь поставил. И мы пройдемся глянем. Куда тут можно пройти и что посмотреть. Я уже неоднократно снимал. Но давно на этом проходе не было. Решил все-таки подъехать и показать. Я лег в 5. Вчера у меня были гости. Встал в 6. В 6.10 я встал. Опоздал сегодня немножко на фотосессию. Ну, у меня люди... Как позвонили, я через 10 минут уже приехал. Сфотографировали, сделал нам подарок чуть больше фотографий. Все, все остались довольны и меня простили. Еще раз, прости тебя, что я опоздал. Прям вот некрасиво. Второй день подряд все надо завязывать и пораньше ложиться. А то расслабился что-то по часу в сутки спать. Это уже роскошь до меня. Она хотя по три. Ну, тут видите, такие гостевые дома имеются. Видел еще строительство. Бассейн хотя запущенный. Может, даже кто-то уже там и отдыхает. Со всех сторон звуки перфораторов. Тут чего-то ловят в речке Юнги. Я не помню, как она точно называется. Эта речка течет из Пятихатских озер. И в ободные каналы, которые вдоль всего Пионетского проспекта, наверное, осушительные, правильно сказать, тоже задевает. И впадает в море. Вот именно отсюда, я считаю, что начинаются Витязовские пляжи. В ту сторону пошли. У нас влево, получается, Джиматинский. А сюда направо Витязовский юнгл. Для меня это первый Витязовский пляж все-таки. Что-то прям вот жарко-жарко. У меня потом был небольшой перерыв после шести утра. И опять вот несколько съемок сделал. И сейчас для вас снимаю этот проход. Продолжаю приглашать с ним. На фотосессии красивейшему фотографу Черноморского побережья. Как мне заходит, уже народ ходит, кричит. Ай, самый красивый фотограф, привет! Привет, привет! Говорю всегда. Классно. Когда позитивчик даришь людям. Радость. И вот потом детки вот так вот. Видишь, как детки бегут на пляж. Сегодня, я даже уже не знаю, еще один ролик запилен. То есть, как мы убирали Витязовскую косу от мусора. Ну, я, наверное, его выложу завтра уже. Чтобы посмотрели, как это было в реале. И потом, когда видишь вот такое вот. Просто думаешь. Пи-пи-пи-пи-пи. Вот не хватает просто слов. Неужели трудно было с собой это мной забрать? Сейчас вот к этой свалке мусора все идут и докладывают свой. Потому что людям лень внести мусор с пляжа. Ну, посмотрите, как другим не лень было убирать за турками. И посмотрите, кстати, именно откуда тот мусор был. Вот то же самое показываю. Ну, вот это не из Турции. Это тоже пи-пи-пи-пи-пи. Я просто так запикаю сам себя. Шашлычка. Продают всякие торговые палатки. Всякую разность. Вот достаю из тени. Смотрите, подхожу уже 31 градус на лягушечке. Наша зеленая красавищно показывает такие вот данные. Шлепки снял. И поползли. Здесь вот днем выезд машин осуществляется муниципальных, которые увозят мусор с пляжа. Поэтому здесь такая небольшая колея. Но также здесь имеется, кстати, значок пешеходная зона. Здесь имеется вот такой деревянный настил. По которому можете спокойно идти. Я по нему пойду. Фу-фу-фу. Ой, как же по мне, пот уже начинает течь. Жарко-жарко. Что там, квадроциклом пытаются рулить? Кричат, не кричат. Тормоз полностью. Жесть. Как я ненавижу все эти квадроциклы, кто бы знал. Фух. Ребенок бегает, немножко заблудился. Посмотрим, что имеется на этом пляже. Он показывает, чувствует устойкий запах шашлыка из кафеша, которых я показал сзади. Посмотрим, что мы найдем впереди. Сегодня двух подписчиков уже встретил на море. С утра, когда купался, ко мне человек подошел. Вообще пробежку совершал. Говорит. Ой, Юрец, я говорил, что я тебя найду и руку тебе пожму от души. Пожал руку, поблагодарил за ролики. Ох, как приятно на самом деле. Честно, спасибо вам огромное. И спасибо за то, что смотрите и подписаны на мой канал. Здесь тоже разные. Не хочу сегодня спрашивать. Честно, у меня небольшие дела. Сегодня буду свадьбу отдавать. Пойдем с фотки смотреть. Поэтому немножко смотри. Лежак, батут по 100 рублей. Все. Вот люди здесь лежат. Есть лежаки под тенью, есть там. Тут также ценник на массаж написан. Все есть и уже массажируются люди. О, все, Юнга перестанет. Еще впадает в море. Посмотрим, насколько море здесь чисто. Сегодня я купался вообще в пистально чистой воде. Дети купаются прямо в речушке. Как говорится, каждому свое. И тепло. Ребенок кричит, что ему тепло. Да, тут водичка реально теплее, чем море. Потому что как бы как озеро. Офигеть, да? Вот они, где люди прятались. Оказывается, все были на Юнге. Но, в самом деле, все равно немного. Видите, наши пляжи позволяют вплоть до барханов вылазить. А барханы абсолютно пустые. И вот народ в водичке. Показываю водичку. Еще раз. Температура воздуха дошла до 32. И замеряем температуру воды. Смотрите, кефаль твой. Кефаль. Видно, не видно будет? Прям крупная. Ай-яй-яй. Я думаю, хоть бы ее заметили. На камере было видно. А на ее, походу, атаковал дельфин. Потому что она немножко уже оглушенная. Так они медленно не плавают. И лягушка в воде. Вы сорян, что я сегодня такой немножко пассивно неактивный. Ну, честно. Час всего лишь поспать. Очень тяжело. И вот смотрите, сколько вокруг меня людей. Вот он, где сезон, где он двигается. Но сюда всходит, то есть, очень много людей. И на этот пляж. Потому что пятихатки полностью все здесь. И тут понастроились гостевых домов, которые выходят сюда. Хотя, в принципе, ну, смотрите, полоска береговая. А дальше все пусто. Ни на барханчиках, нигде людей нет. И народ купается в море. Что тоже очень хорошо. Водичка классная. Тины я особо не наблюдаю. Может, где-то она есть. Ну, и паяется она по-любому. То есть, потому что водичка остановилась. Если ветра не будет, не будет волн, то Тина будет как не крутить. То есть, ничего вы с этим не сделаете, не поделаете. Но купаться вовсю можно. Получать удовольствие. А это самое важное, самое главное. А вот туда дальше, смотрите, сейчас покажу. То есть, здесь вот люди повыходили. То есть, скучковались. И показывают дальше абсолютно пустые пляжи. Видите? То есть, никого нет. Тут только в одном месте такая группа народа. И все. Ну, и хорошо. Я бы, честно, купался лучше бы там, где люди есть. Потому что, как бы, вдруг что не так, ногу свело или еще что. То есть, будете один, никто вас не спасет, ничем не поможет. То так, все-таки есть шанс, что кто-то откликнется и все будет отлично и нормально. Ну, вода очень хорошая. Я думаю, градуса 24-25, потому что, ну, слишком тепло. После, особенно той холодненькой, которая была, это комфортно. Тем более, после 32 заходишь в воду и, в принципе, нормально. Кефальку даже посмотрели. Это очень радует. Такое, не каждый день увидишь нас на пляже. Ну, что, достанем нашу лягушечку. Ай. И посмотрим, что она нам покажет. 25 градусов. То есть, вполне угадал. Да, может, туда чуть дальше, там она где-то будет холоднее, теплее. Нам все равно. Мы замерили. Возле берега дети могут купаться. Всем пока-пока. Подписывайтесь на канал. Добавляйтесь ко мне в инстаграм. Сегодня будет 99%, что будет эфир. В 18, ой, с 9 до 10 вечера я его запущу. И, скорее всего, будем гулять по Витязево. Хорошего настроения. И побольше позитива в вашей жизни. Пока-пока. С вами был Юрий Алзаровский. До вечера, либо до следующего видео. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok